Слово «евангелие» принадлежит греческому языку. В переводе на русский язык оно означает «доброе известие», «благая весть», «благовестие». «Евангелием мы называем благую и радостную весть о спасении человеческого рода от греха, проклятия и смерти, преподанную людям Господом нашим Иисусом Христом, воплотившимся Сыном Божиим и проповеданную апостолами». Из этого определения «евангелие» следует, что «евангелистам» подлинного смысла слова можно назвать только Господа нашего, Иисуса Христа, так как Он есть не только источник божественного спасительного учения, но и совершитель великой голговской жертвы любви, сама божественная любовь, посредством которой спасается человеческий род. Живя среди людей, Христос излагал свое божественное учение в устной форме. Первоначально спасительное учение Иисуса Христа сохранялось в церкви в устном сказании, но впоследствии устное благовествование было записано на свитках пергамента апостолами и их ближайшими учениками. С этого времени название «евангелие» перешло также на эти письменные повествования о жизни и учении Спасителя. Надо иметь в виду, что в те древние времена многие пытались письменно изложить жизнь и учение Господа нашего, Иисуса Христа. Но из всех этих писаний только четыре признаны церковью каноническими и почитаются ею как священные книги. Это «евангелие» от Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Вернее сказать, есть только одно «евангелие», ибо есть только один Спаситель Иисус Христос и одно его учение. Но существуют четыре изложения «евангелия», написанные четырьмя евангелистами. Вместе взятые все эти писания носят название «четверо евангелия». Евангелия Матфея, Марка и Луки, в отличие от Евангелия Иоанна, называются синаптическими, потому что они очень близки между собой по плану и содержанию. Но различия между синаптическими Евангелиями и Евангелием Иоанна Богослова не являются существенными. Если сравнить все четыре Евангелия, то окажется, что в главном все они находятся в удивительном согласии. Все они описывают жизнь и учение Господа нашего Иисуса Христа, Сына Божия и Сына Человеческого, святого, чистого, кроткого и любвеобильного, могущественного в словах и делах, посланного Богом Отцом для спасения мира, добровольно принявшего мучительную смерть на кресте и воскресшего из мертвых. Евангелисты не ставили себе задачи изложить все учение Спасителя для всех времен и народов, а писали каждый с особой частной целью, определяемой условиями его апостольства, и сообразно с этой целью упоминали лишь о тех или иных изречениях Христа и событиях его жизни. Поэтому Евангелия в первом веке были апостольскими писаниями, предназначенными отдельным христианским общинам и даже частным лицам Евангелия от Луки. Но так как в этих писаниях излагалось учение Христова и указывался людям путь спасения, то Дух Святой, живущий и пребывающий в Церкви Христовой, сохранил их для всех времен и народов, ибо божественная истина, запечатленная в Евангелиях, не может ограничиваться ни временем, ни каким-нибудь обществом или народом. Время происхождения Евангелия не может быть определено с безусловной точностью, но должно быть отнесено ко второй половине первого века. Первыми новозаветными книгами, несомненно, были послания апостолов, которые писались с целью поучения и укрепления в вере христианских общин. Но вскоре явилась потребность и в книгах, в которых подробно излагалась бы история земной жизни Иисуса Христа. Можно полагать, что апостол Матфей написал свое Евангелие около 50-60-х годов. По Рождестве Христовом. Марк и Лука несколько лет спустя, и во всяком случае раньше разрушения Иерусалима, то есть раньше 70-го года, а Иоанн в конце первого века, в преклонном возрасте. Язык, на котором написаны Евангелия, греческий, не классический, а так называемый Александрийский, наиболее в то время распространенный. Написанные на нем книги свободно читались различными народами, входящими в Римскую империю, от берегов Атлантического океана до Ефрата и т.д. Древние отцы церкви усматривали в Ветхом Завете прообразы и символы четырех Евангелий. Так они сравнивали Святое Четверо Евангелие с рекой, которая, вытекая из Эдема для орошения насажденного Богом рая, разделялась на четыре реки, протекавшие по странам, хранившим в своих недрах множество драгоценных камней и дорогих металлов. Эта река является символическим изображением духовной глубины и величия содержания Святого Евангелия. Другой символ для четырех Евангелий святые отцы усматривали в таинственной колеснице, которую видел пророк Иедзекииль у реки Ховарь. Она состояла из четырех животных, каждая из которых имела четыре лица – человека, льва, тельца и орла. Эти лица животных, взятые в отдельности, сделали символами для каждого из евангелистов. Христианское искусство, начиная с V века, изображает Матфея с человеком или ангелом, так как апостол Матфей в своем Евангелии больше говорит о человеческом и миссионерском характере Христа. Евангелист Марк в иконографии изображается со львом, так как святой Марк в своем Евангелии повествует преимущественно о всемогуществе и царском достоинстве Иисуса Христа – лев, царь животных. Евангелист Лука изображается с тельцом, потому что святой Лука повествует преимущественно о первосвященническом служении Иисуса Христа. Телец – это жертвенное животное. И, наконец, евангелист Иоанн изображается с орлом, ибо как орел подымается высоко над землей и проникает своим острым взором в глубокие дали, так и святой Иоанн Богослов, духовно подымаясь над всем земным и человеческим, преимущественно говорит в своем Евангелии о Христе как о Боге, слове, второй ипостасе Святой Троицы. Субтитры создавал DimaTorzok